Приветствую вас и думаю вопрос, который нужно задать самой себе, это то, что вам нужно самой, что вы хотите. Потому что, ну, получается так, что вы на протяжении своей жизни делаете не то, что вам хочется самой, вы делаете то, что вам говорят другие, вы договорились, что зависит от них. И эта зависимость, она проявляется в разных формах, в финансовой, психологической, какой-то еще. И что в этой ситуации вам можно сделать по факту? Только одно, направлять свои усилия на то, чтобы этой зависимости не было у вас. Я думаю, что возвращаться к бывшему мужу не стоит, потому что он, если один раз вас ударил, то ударит еще, будут еще, еще и еще. Сейчас он хочет, значит, с вами, конечно же, сойтись, сойтись, потому что понимает, что вы, наверное, единственная женщина, которая его терпела, которая его терпела. Но это не означает, что он вот так вот взял и поменялся. Потому что слишком большой риск. Ребенку такой риск совершенно не отправлен. И вам можно, конечно же, сойтись, но только на уже других условиях, на своих условиях, на условиях того, что вы хотите, что вам нужно, что вам интересно. И на тем же самым ребенку, вот столько-то имеет смысл вам действовать. Историю, которую вы рассказали, она показывает, что когда вы зависите от других людей, ничего хорошего из этого не получается. Необходимо устанавливать собственные границы, собственные преграды для других людей, где бы были только вы и ребенок, и где вы бы четко знали, что вам нужно, куда вы идете, к чему и так даже. И говоря о психологической зависимости, нужно сказать, что зависимость это всегда потребность в чем-то. Возможно, вы зависимы от мужчины были потому, что он вас, как бы сказать, подавлял. Вы были зависимы еще и потому, что ради него вы сделали то, что сделали. И теперь, когда вы упустили какие-то свои возможности, вы не верите в себя, а верить нужно. Верить обязательно нужно. И без этой веры, без встребления к тому, чтобы обрести наконец самостоятельность и делать то, что вам хочется, все советы не имеют смысла. Потому, что на самом деле, все зависит от вас. И думаю, что не стоит возвращаться туда, где вам уже было плохо. А если стоит, то всегда так, чтобы был шанс вернуться туда, где вам было бы комфортно. А не так, как последний шанс. На этом, думаю, все. А если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Спасибо за просмотр!